Доброе утро, друзья! И у нас в эфире рубрика «Званый гость». Я рада представить наших сегодняшних гостей. Это Ленар Кудасов и Никита Есипов. Доброе утро, ребят. Регалей очень много. Остановимся на самых коротких. Фитнес-инструкторы, тренеры по самообороне и боевым искусствам. Но я думаю, что вы нашим телезрителям знакомы, как мои соведущие, по женской самообороне. Все сейчас вас узнали. И тема нашего разговора, собственно, и будет сегодня посвящена именно женской самообороне. Насколько популярно это направление в нашем городе? Женская самооборона потихоньку развивается, потому что девушки хотят тренироваться, быть сильными и знать, как ответить противнику. То есть, тренировки развиваются по самообороне. Много тренировок, которые сейчас преподают ее. Во-первых, это популярно. Во-первых, эффективно. Как и для девушек, так и даже мужчины приходят на самооборону. Но именно женская самооборона, она помогает как фигуру для девушек. Даже так. Даже так. Потому что там тренировки проводятся, кардио-тренировки. Все это совместно. И плюс прием и самооборон. То есть, это такой своеобразный комплекс, да? Да, комплекс тренировок. Если вы делите возраст девушек, то это чаще всего кто старше 18, старше 25, старше 30. У нас вообще бывало так, что к нам могут прийти на обучение и 18-летние, бывало так, что приходили и 50-летние. Так что в этом плане у нас возраст как бы не ограничен. Для всех самооборона подходит одинаково совершенно. Как лучше тренироваться в одиночку или в коллективе? Что эффективнее или все зависит от человека? Получается, есть и персональные тренировки, есть и групповые тренировки. Персональные тренировки отличаются тем, что мы работаем с девушкой один на один. Мы каждые ошибки проверяем, все тщательно отрабатываем с ней. Это, конечно, эффективно. И после того, как мы с ней проработали персональную тренировку, она уже переходит в групповую тренировку, где она со всеми вместе. Так что это можно совмещать. То есть сначала, когда только девушка пришла, записалась на персональную тренировку, мы ее обучили достаточно, и все, она переходит в групповую тренировку, там она тренируется уже с группой. Отрабатывает приемы, да. В одиночку. Конечно, лучше всего с тренером один на один. Имеет ли значение какая-то базовая подготовка? То есть, ну, ни для кого не секрет, что не все люди спортивные, у кого-то есть определенные, да, способности, так скажем, к спорту. Кто-то вообще далек от него совершенно, но тем не менее хочет с какими-то навыками самообороны познакомиться. Ну, вообще, наши уроки ориентированы на не обучающихся людей, именно спорту. Именно наши методы подходят как и нетренированному человеку, как и тренированному. Ну, желательно, конечно, иметь какую-то хотя бы форму, чтобы эти приемы, ну, вообще сделать. Всему можно обучить ситуацию. Если это захотеть. Да. То есть, тренировка будет включать в себя не только отработку каких-то показанных приемов, но и базовая физическая подготовка. К этому нужно быть готовым, я понимаю. Тренировка будет длиться час, как обычно. Ну, это разминка, кардиотренировка, основная часть, и потом уже заминка там. Не просто мы будем сейчас расстоять и отрабатывать приемы. Это все подходно. Представьте, да, надо убегать, а ты не можешь убежать от него, и все. Бежишь двое, и твое дыхание сбивается. И все, вот поэтому надо полностью готовиться физически к этому. И морально, это самое главное. Вот поэтому надо ходить на тренировки. А многие девушки говорят о том, что сейчас я вот пойду, начну заниматься в зале, там усилие, да, где-то тренажеры, где-то что-то, и моя фигура из женственной превратится в очень мужественную. Это возможно вообще построение женского тела? Ну, тут смотреть, как занимаются девушки. Вот фитнес-тренера они делят на фитнес и силовой фитнес есть. Есть кардиофитнес, то есть кардиотренировки, они подтягивают фигуру. Есть силовой, где они делят гири, штанги. Но там уже, конечно, будут фигуры, как... Да, смотря какие цели у девушки. Если она там хочет набрать мужскую массу, грубо говоря, то силовые им нужны тренировки. Если похудеть, кардио и фитнес. То есть нет ничего невозможного, смотря как стоит цель и задача, да? Да, конечно. Главная цель перед собой. То есть занимаясь женской самообороной, Рэмбо из зала не выйдет, да? Обещаете, как я поняла, да? Да, конечно. Я знаю, что вы тренируете еще и деток, да? То есть направление это у вас развивается. Много ли приводят девочек? Девочек, ну, относительно. Получается, все равно мальчиков больше. Девочки приходят, тренируются. Девочки, ну, вот те, кто приходят, они стараются. Конечно, бы хотелось еще больше увидеть эти девочки. Потому что девочки, они очень старательные. И у них всегда перед собой цель, особенно маленькие. Они быстрее мальчиков начинают все впитывать в себя. Такие более дисциплининные, да? Вот эта вот база, закладываемая в детстве, она потом в дальнейшем поможет? Смотря как закладывать. Если ребенок прям все впитывает в себя, тренируется хорошо, то, конечно, у него это все останется на всю жизнь. Главное это не забывать все время. Тренировать, вспоминать. Расскажу вам, наверное, ну, не тайна и не секрет, что вот после того, как выходят наши выпуски по женской самообороне, у нас появляются такие комментарии в соцсетях, что ну вот что смотреть это видео, ну посмотрел и все. Что скажете оппонентам, как можно реагировать на эту критику, насколько она конструктивна? Это действительно эффективно? Посмотреть? Посмотреть. Сначала должен быть визуальный контакт. Они должны посмотреть, как это все выглядит. Потом уже сделать вывод и прийти, нужно им это или нет. Либо мы будем бегать от всех, либо мы будем защищаться. Конечно, смотреть от этого, ну, плюсы как. Ну, то есть если полежал на диване и посмотрел. Ну да, смотря, как они смотрят. И ничего не повторяют. И они там тороются на работу, там с чашей кофе бегут, там на работу и смотрят, то это не работает никак. Посмотрели, отработали, нашли видео, отработали, посмотрели. И вот так вот отрабатывать надо прием отрабатывать. Не просто мы один раз увидели этот прием, все, мы его знаем на 100%. Нет, надо его отрабатывать. Как Брюс Лис сказал, я не боюсь того человека, который знает 10 тысяч приемов. Я боюсь того человека, кто делает один прием 10 тысяч раз. Вот поэтому надо отрабатывать. Много ли приемов входит в арсенал девушек по женской самообороне? Приемов... Или есть определенный набор самых популярных? Нет, ну, конечно, есть эффективные приемы. Есть приемы более такие, ну, их много. Надо просто в любой ситуации, не будет, непонятно же будет, какая ситуация. Вот надо быть к всему готовым, поэтому надо тренироваться. Работаете у нас с психологическим аспектом? Ну, морально, когда мы разговариваем, мы набираем им духу. А мы их заряжаем, чтобы в любой непонятной ситуации они не терялись. Первое, что нужно делать, это оценить ситуацию, какая ситуация. А потом уже делать выводы. Вот вчера статью читал чемпион, ну, UFC, получается. UFC – это такая организация с посмешанным недоборством. Девушка. Про нее рассказывает. Девушка сидела на остановке, к ней подходит мужчина. Ну, она прецедентка на чемпионский пояс. Светный мужчина, он не знал. Спрашивает, который час. Она сказала ему, он говорит, у меня есть пистолет, отдавай телефон. Она говорит, я оценила всю ситуацию, посмотрела, что у нее расслабленные руки. Пока он достанет пистолет, я успею уже ударить. Ту-ту-ту-ту-ту-х. Все. Его нету. Вот поэтому всегда надо оценивать ситуацию. Я думаю, что он после этого купил часы. Чтобы не спрашивать, сколько времени, который час, да? Ну, к чему я задала вопрос про психологический аспект. Я даже знаю по себе, вот когда мы с вами снимаем видео уроки, очень тяжело нанести удар. Вы помните в своей жизни ваш первый удар, который был нанесен? А так как вы спортсмен, я думаю, что вам приходилось это делать и не раз. Все-таки стоит напротив тебя человек, ты понимаешь, тоже знаешь, осознаешь, что такое боль. Сложно ли вот этот момент переломить? И в критической ситуации возможно ли будет воспользоваться этими знаниями? Мне кажется, что все-таки у человека, который смотрит наше самовронное, что-то произойдет, скачок в уме, и он как бы на автомате может применить незнание. Возьмет и вспомнит, мозг подскажет в нужный момент. Поэтому всегда надо отрабатывать прием, чтобы мышцы запоминали, и ты в непонятной ситуации, они сами отреагировали. Да, в критической... Может вроде не работает, и ты... В критической ситуации мозг сам выдает информацию, которую ты изучал. Ну, конечно, есть такой стопор психологический, когда ты... Вот у меня было такое, когда маленький еще только на тренировку пошел. И вот я удариваю, и мужу будет больно. И вот ты стоишь в этот момент, а ты проигрываешь уже это время, которое может как-то спасти тебе жизнь. Так что настраивать себя сам ты должен. Вот поэтому по тренировке помогают тренера, с которыми мы общаемся. Надо общаться, тренироваться и... Вести здорового образа жизни, да? Уроки по женской самообороне есть. А есть ли уроки по самообороне для детей? Самообороне для детей? Или это общая физическая подготовка? Это физическая подготовка, это боевые искусства. Да, вот что мы преподаем тэквондо. Тэквондо это и есть как бы общая подготовка для детей. Удар ногами, удар руками, приемы борьбы. Все это для детей есть самообороны. На сегодняшний день много деток тянется к спорту? Да, получается. В нашем городе очень много клубов и детей, которые занимаются, развиваются, участвуют на соревнованиях, ставят перед собой цели, выигрывают. Сейчас у нас Костанай поднимает детский вид спорта. Много детских видов спорта, которые сейчас на хорошем уровне стоят. Да, большинство людей предпочитают здоровый образ жизни. Да. В наше время. Сейчас к этому тянутся. Вы, как я понимаю, тоже приверживаются здорового образа жизни. Конечно. Продолжаете ли сами тренировки, как часто тренируетесь? Или спортзал это в принципе и есть вся жизнь? Мы только там и живем. Тренируемся, тренируем. Да? Мы тренируемся. Также. Мы ничем другими занимаемся. Есть спортивные мечты. Да, конечно, есть спортивные мечты. Сейчас будем восстанавливаться после всех травм. И дальше по дорожке к цели идти и добиваться своей поставленной целью. Когда мы увидим тебя на дорожке? Скоро. Совсем скоро? Да. Я приду опять сюда. Буду разговаривать насчет этого. Я надеюсь, придешь с победой и с медалями. Дай Бог. У тебя, Никит, как? Ну, дальше увидим. Посмотрим, как все сложится. Дальше больше. Здоровый образ жизни точно буду вести? Пропагандировать это все. А насчет спортивной карьеры мы уже увидим. Не буду говорить о своих планах. Как сложится звезды, да? Да, конечно. Все как сложится. Ну, такой вопрос давно мы с вами не виделись. С прошлого года фактически подготовили новые выпуски самообороны. Давайте сейчас снимем. Начнем снимать. Хоть сейчас готовы, да. Хотите устроить маленькое шоу. Маленькое шоу. То есть готовитесь в этом направлении тоже, да? Да, конечно. Спасибо большое, ребят, что этим утром вы пришли к нам. Мы рассказали о женской самообороне. Думаю, что нашим телезрительницам было интересно. На всякий случай напомним, что наши видео уроки всегда доступны на сайте Аллоу. Вы всегда можете их посмотреть. Ну и, в принципе, найти ребят. Они детали объяснят. Да. Спасибо вам большое. Спасибо большое, что пришли к нам. А вам, дорогие друзья, мне остается напомнить, что сегодня в гостях у нас были Ленар Кудасов и Никита Есипов. Фитнес-инструкторы, тренеры по самообороне и боевым искусствам. Ну, а наша программа продолжается. Впереди много интересного. Оставайтесь на нашем канале.